SQL Server Deep Dive, всем привет, меня зовут Денис Резник. Пару слов обо мне. Я работаю в компании Intab на позиции Data Architect. Я занимаюсь консалтингом клиентов и различными сдачами, связанными с базами данных. С 2010 года являюсь Microsoft MVP. Теперь это называется Microsoft Data Platform, и раньше это было Microsoft SQL Server MVP. Являюсь ко-фаундером украинского Data Community Киев. Вот, наверняка, кто-то из вас уже бывал на наших встречах, да? Здесь я не буду много рассказывать про него, но если вам интересно будет, заходите на мою страничку в Facebook. Я постоянно пишу анонсы наших встреч. Являюсь ко-автором книжки SQL Server MVP Deep Dive Dive. Здесь часть вторая, где я написал аж целую одну главу, да? И мне очень нравится идея комьюнити, развитие комьюнити. Я всячески поддерживаю развитие в Украине и в нашем регионе. Хорошо. Теперь все, основной частью презентации мы закончили. Теперь самое интересное. Адженда. Query Processor, Storage Engine, SQL OS и немножко SQL Network Interface. Как это выглядит в картинках? Да, картинка, конечно, очень старая и, как бы, многие вещи в SQL меняются. Это 2008 или 2005 картинка. Но, в целом, вся вот эта вот архитектура компонентов, она остается такая же. Внутри SQL Server все это, ну, допустим, не так красиво и четко разделено между собой, да? Но, тем не менее, какие-то участки выделить мы можем. Первый участок – это Network Interface. То, как SQL Server взаимодействует с внешним миром и то, как он получает сигналы с внешнего мира. Дальше у нас идет Query Processor. Часть, которая отвечает за парсинг текста, когда вы передаете SQL, вы передаете текст. Он парсит текст, превращает это все в какое-то дерево и выполняет его. Дерево с инструкциями выполняет его. Storage Engine отвечает за то, что будет достать данные и вернуть. Да, то есть Query Processor, по сути, отправляет запросы в Storage Engine, и он уже занимается тем, как выбрать данные. И третий слой, четвертый слой SQL OS, который был разработан в SQL 2005, для того, чтобы избавиться от старой системы и не позволять Windows менеджить потоки внутри SQL Server. То есть, внутри себя SQL Server сам распределяет ресурсы. Он отпусывает какую-то часть от операционной системы и потом сам определяет, каким запросом дать сколько ресурсов. Потому что он знает, что это лучше, чем операционная система. Вот, это задача SQL OS выполнять запросы и выделять процессорное время, память и другие вещи. Это если так. В общем, теперь по каждой компоненту будем поговорить отдельно. Первый SQL Server Network Interface. Какие протоколы у нас есть? Shared Memory. Когда мы коннектимся к SQL с той же самой машиной, на которой он установлен, взаимодействие идет по Shared Memory. Самый быстрый протокол. Следующий протокол TCP IP. Ну, понятно, да, когда мы коннектимся по сети. NamedPipes. То же самое, когда мы коннектимся по сети к SQL Server. И последний протокол, которого уже нет, его нужно убрать. Он уже не просто депрекиет, его уже просто нет в SQL Server сейчас. Да, кстати, вчера зарелизился 16. Поэтому можно качать Developer Edition бесплатно. Также есть такая сущность, как Endpoint в SQL Server. Называется TDS Endpoint. TDS это протокол, разработанный еще Microsoft и Sybus, когда они делали SQL Server вместе. Называется Tabular Data Stream. Он инкапсулирует в себя инструкции SQL, когда он принимает их. И наоборот, когда дает, инкапсулирует в себя Result Set. И в SQL Server открыт такой TDS Endpoint под каждый из протоколов. И взаимодействие идет через этот Endpoint. Также в SQL Server предусмотрен еще один механизм, еще один интерфейс для доступа к SQL, когда что-то идет не так с основным. Один из примеров это ThreadPool Starvation. Когда не хватает пула, в SQL Server не может принять коннекшн. К тому мы можем обратиться через Backdoor, к SQL, через так называемый DAC. Dedicated Admin Connection. Для DAC есть выделенный пул памяти небольшой. Гарантированно выделенный небольшой объем процессорного времени и других вещей. В том числе отдельный Endpoint. То есть, когда вы не можете обратиться к SQL Server напрямую, иногда можно зайти через DAC и что-то там сделать. Кто-нибудь пользовался этой штукой, нет? Но это хорошо, если вам никогда не придется ей пользоваться. Но если придется, тогда вы должны знать, что такое есть. Dedicated Admin Connection. Там путается аббревиатура уже там несколько раз. Даже Microsoft выпускала разные вещи под аббревиатурой DAC. Но это имеет в виду Dedicated Admin Connection. Хорошо. На этом мы заканчиваем. С Network Interface мы переносимся сразу к следующему компоненту Query Processor. Он состоит из четырех этапов. Первый этап – парсер. Второй – Algebraizing. Третий – оптимизация. И четвертый – это выполнение. Что происходит на каждом из них? Так, это что такое? Окей. Парсер. Первое, что он делает – проверяет, есть ли план в кэше. Если план есть, то мы сразу переносимся на последний этап, на Execution этого плана. Если плана еще нет в кэше, то мы переходим к следующему компоненту, называемому Algebraizer. Дальше. Он проверяет базовые конструкции SQL-а. Что вы там правильно написали слово Select, да, или там еще какие-то вещи. Он не проверяет то, что связано с табличками, объектами, базами данных и другими вещами. Проверяет ключевые слова. И возвращает так называемый парс-3. То есть распаршенное представление вашего SQL-а, которое он передает на вход следующему компоненту, Algebraizer, да, который применяет различные правила и проверяет то, что объекты, которые находятся в вашем запросе, они достижимы в текущем контексте, да. Что такая табличка есть в такой базе данных и другие вещи. Также он определяет типы для каждого нота. Он строит такое дерево, релационные алгебры, и определяет для каждого нота в этом дереве, какой он имеет тип. Потом это дерево будет преобразовываться оптимизатором и строится план запроса. То есть смысл в том, что релационная алгебра определяет некоторый конечный набор операторов, которые можно делать над объектами. И когда мы построили такое дерево, SQL Server уже может применять какие-то правила, может переставлять местами ноты, может как-то его упрощать. С запросом, просто с текстом, такого сделать нельзя. Поэтому нужна некая структура. И вот алгебрайзер строит такую структуру, он строит логическое дерево в выполнении нашего запроса. Дерево релационной алгебры, которое передается дальше оптимизатору. Оно называется Query3. И вот его, в принципе, в Parse3 мы никак не можем приняться и посмотреть. А Query3, в принципе, с помощью там некоторых трейс-флагов мы посмотреть можем, как оно выглядит. Примерно хотя бы, да, что там есть. Там определены логические операции нашего запроса. Вот ровно так, как вы написали ваш select, ровно столько же там и будет. Оптимизатор уже может выкидывать, когда он будет упрощать запрос. Но сейчас, по крайней мере, сейчас все есть как есть. И это является логическим представлением нашего запроса. Так, перед тем, как перейти к оптимизатору, мы с вами пройдемся по нескольким базовым вещам. И вспомним, как работает, что такое куча, что такое индекс, как работает доступ к данным в SQL. Да, это же тема такая лежит на пересечении Storage Engine и Query Processor, но все равно ознакомимся с ней сейчас. Куча. Когда мы создаем табличку, она имеет вид кучи. Что это говорит? Страницы данных находятся в ней, где попало. То есть я не могу сказать, где находится моя страница. Потому что я не особо это и знаю. Первая страница находится здесь. Вторая страница находится здесь. Третья страница находится... А вот она, да? Потом дальше четвертая, пятая, где там шестая. Шестая и так далее. Они разбросаны по жесткому диску. В принципе. Как мы можем найти данные какие-то в этой структуре? Например, я хочу найти... Найти юзера с ID-шником 5001. Правильно, просканировать. То есть я беру и сканирую всю эту структуру. Только я нахожу мне все данные, я как бы возвращаю. Но согласитесь, что это не очень эффективно. Это эффективно для маленьких объемов данных, да? Создали там временную табличку, которая там 10 записей, без проблем. Но для поиска данных более эффективна другая структура, которая называется индекс. Именно кластерный индекс. То есть табличка может иметь либо вид кучи, либо кластерного индекса. В кластерном индексе все вот эти вот страницы, которые находились в куче, они перемещаются на вот этот листовой уровень, самый низ. И выстраиваются по порядку, одна за другой. Каждая страница на уровне имеет два указателя. На следующую страничку и на предыдущую. С помощью этих указателей сикл может бегать по страничкам либо в одном порядке, либо в другом. Поэтому в принципе для сортировки практически не важно, что вы указали. Ну там, не важно, да? Как сканировать индекс в эту сторону или в эту сторону. Есть там моменты с параллельными планами запроса, но в целом это не принципиально. Дальше. Представьте, вы создали такую вот структуру, и поначалу у вас только одна страница. Страничка размером 8 килобайт. Она заполняется записями, да? Пускай, например, у вас таблица состоит из одного только поля типа IN. Это 4 байта, правильно? Вы заполняете эту страничку. Страничка 8 килобайт. Ну, грубо говоря, примерно у нас там помещается с вами 2000 записей, правильно? На одной странице. Как только место заканчивается, SQL сервер создает новый уровень индекса. А именно, он создает две страницы, на которые перемещают данные пополам, а здесь остается только две записи. Первая запись. Допустим, у нас создалось только две вот такие странички. Первая запись – это 1. Первое значение этой страницы. Вторая запись – это 2001. Первая запись на этой странице. Понятно, да? Дальше данные добавляются. Добавляются записи сюда, добавляются странички сюда. Пока не заканчивается место на втором уровне. Сколько здесь может быть записи? 2000 на 2004. Сколько? 4 миллиона, да. Довольно много. Дальше заканчивается место здесь. Создается третий уровень индекса. Сколько здесь может быть записи? Еще умножаем на 2000. Получается 8 миллиардов, да? То есть, очень большое количество. В принципе, дальше можем посчитать, сколько здесь может быть данных, но количество данных, которые располагаются на следующем уровне индекса, растет экспоненциально. И если на этом уровне индекса у вас будет там гигабайт, на следующем уровне это будет там терабайт данных. Для базы данных SQL Server это довольно много. Немного баз данных, которые там много терабайт весят, с которыми обычно мы работаем. Окей. Кластерный индекс. Как происходит поиск данных в индексе? Первая операция называется индексик. Если SQL Server видит, что запрос селективный, выбирает небольшое количество данных, он применяет эту стратегию. Например, мы выбираем все записи из юзеров, где ID равняется 5.2.3. SQL Server сканирует рутовую страничку. Определяет, где находится эта запись, да, куда ему идти дальше. Сканирует следующую страницу, потому что он понимает, что 523 находится в диапазоне между 1 и 2 тысячи. Просканировав эту страничку, он понимает, что он находится между 301 и 800. Сканирует третью страничку, получает данные. Все. Для того, чтобы найти данные в таблице с миллионами строк, он прочитал всего-навсего 1, 2, 3, 24 килобайта памяти, да, что очень-очень эффективно. Но, если нам нужно читать большой объем данных, лучше подходит операция индекс-кан. В этом случае SQL Server. Опять же, сканирует рутовую страничку, но он делает это все только для того, чтобы найти первую страницу листового уровня. Как только он спустился туда, он сканирует все странички подряд. Это называется индекс-кан. В чем плюс этого? Представьте, если бы мы использовали здесь индекс-кан. И для каждой строки, которая находится здесь, мы бы читали по три странички. Было бы это эффективно? Ну, навряд ли, да? А так мы сразу кучу строк читаем за один раз. Поэтому примерно SQL Server, ну, опять же, это все зависит, но примерно там можно считать порога, это около 5% записи таблички. Чем больше табличка, тем этот порог меньше, что выбирать, индекс-кан или индекс-кан. Не знаю, я не знаю про... Я не знаю, я вообще стараюсь избегать таких вот вещей. Я просто так говорю, что есть некая такая граница, которая, она плавающая, она не равна 5%. Если план запроса позволяет. В плане запроса могут быть блокирующие операторы, которые должны подождать какой-то момент. Ну, то есть он может сразу отдавать, если там у вас потоком идут данные, он сразу отдает по строке. Там еще могут дочитываться данные из таблички, как в начале плана, а тут он уже выдает строки. Но если есть блокирующий оператор, то он как бы до этого момента тормозит, и потом только потихоньку начинает отдавать. Да, ну и еще такой момент с этим сканом, что SQL Server очень-очень умный. Если, например, вы делаете ему там топ-100, это он просканирует, сколько ему нужно, оборвет скан и вернет все данные вам. Если вы делаете, например... Ладно, не важно. То есть вы поняли. Если он понимает, что можно оборвать скан в какой-то момент, он это сделает. Если у него есть достаточная информация об этой операции. Да. Например, вы говорите, что выбрать айдишники от 1500 до 2000. Он сканирует. Он сканирует, начиная сначала, начинает отдавать данные, и здесь прерывается. Да, может быть. А может он сразу спускается сюда и выполняет следующую операцию, которая называется... Ну, в плане запроса этого нет. Index Range Scan. Есть либо Index SIG, либо Index Scan. Больше ничего нет. Но, тем не менее, в том числе и я различаю такую штуку, как Index Range Scan, потому что он в плане запроса выглядит как Index SIG. Например, Index SIG, и там у вас читается миллион записей. И вы такие, блин, это же неэффективно, да? На самом деле, это может быть вот эта штука, Index Range Scan. То есть, SQL Server при таком запросе, когда он понимает, что ему нужно выбрать какой-то диапазон данных, он позиционируется на первую страничку этого набора и потом сканирует все, что ему нужно, если данные последовательные. Вот. Это называется Index Range Scan. В плане запроса выглядит как Index SIG. Хорошо. Теперь еще важный момент. Как работает связка кластерный и не кластерный индекс? Представьте. У нас есть не кластерный, у нас есть кластерный индекс по полю ID. Да? Все наши данные. Теперь мы выполняем такой запрос. Select all from users, ваенейм равняется don't call. Как SQL Server найдет эти записи? Да, будет по всем хай. Кластерный. Это кластерный. Да. Если вейдж, например, как included в поле будет name, то он, возможно, просто просканирует его как более маленький. Ну, то есть, есть вариант. Это оптимизатор выбирает. То есть, я могу попробовать догадаться, как он думает, но... Можно догадываться, что он думает, но что он сделает в определенный момент, это лучше наблюдать. Конкретно в этом кейсе мы предполагаем, что у нас есть кластерный индекс по полю ID, больше ничего нет. Он сделает индекс-скан здесь. Еще? Нет, он принимает решение о том, какой индекс ему вообще подходит для того, что выбрать данные. Если у нас индекс по edge, то он не применим здесь, потому что... Ну, что мы можем сделать с индексом по edge? Можем выбрать edge, Отфильтровать по edge. Но edge уже есть в кластерном индексе. И мы эти данные все равно будем читать. И ему нет смысла обращаться делать lookup к этому индексу второму. Поэтому он просто выбирает индекс-скан и просто пройдется по всем этим страничкам. Но! Мы это можем, конечно, делать... Конечно, мы это можем ускорить. Можем навесить не кластерный индекс, а на табличку по полю name. Будет то же самое, да? Просто указатели будут у нас не цифровые, а буквенные. Соответственно, Don Coleman находится в диапазоне между C и K. Мы идем сюда. Теперь, мы нашли здесь name. Каждая строчка не кластерного индекса хранит в себе ключ кластерного. Поэтому не рекомендуется выбирать для кластерного широкие ключи. Оптимизатор это понимает и такие индексы используют очень неохотно. У нас ключ кластерного маленький. Это ID 4 байта. Это окей. Идеальный ключ. SQL Server находит эту запись, но здесь у нас есть ID и name. все на все. Поэтому для того, чтобы достать звездочку, все, SQL Server должен сделать lookup и должен обратиться к кластерному индексу. Соответственно, для такой операции в кластерном индексе уже по ID найти необходимую строчку. В таком случае мы делаем несколько больше операций. что мы можем сделать? Мы можем добавить как интрудит поля в name добавить как интрудит поля некоторые из этой таблички и здесь заменить звездочку на список полей. Это как вариант. Тогда мы убираем вот этот lookup. Еще, как это будет работать с кучей? Допустим, у нас нет кластерного индекса на табличке, что в принципе это один из самых больших, один из самых больших холиваров. Строить кластерный индекс на табличке или делать кучу? Кто-нибудь участвовал в таких холиварах когда-нибудь? Нет? Вот когда было SQL Saturday мы еще раз на эту тему поспорили, но скажем так, я видел намного меньше проблем с кластерным индексом чем с кучей. Куча, как правило, используется не очень правильно и проблем там еще больше. Кластерный индекс работает в 90%. В 95% случаев работает хорошо. Как это работает с кучей? Мы убираем несколько операций. Смотрите, мы находим запись и здесь уже идет физический идентификатор строки. И SQL Server может за одну операцию найти его в куче. Таким образом лукап в кучу будет немножко эффективнее. А именно настолько эффективнее насколько у нас уровень в кластерном индексе. Понятно, да? Они будут все храниться вот здесь. Я откачу сейчас на эту презентацию. Имя и возраст. Будет здесь имя, возраст, name. Вот так. Ну и чем больше поля, тем индекс будет больше. Тем меньше строк будет помещаться на одной страничке. И чем шире индекс, тем SQL Server будет неохотнее использовать его в своих запросах. Это тоже такой момент интересный. Потому что иногда есть такая практика сделать кластерный индекс на 5-6 полей для того, чтобы покрыть какую-то сортировку, которая используется в приложении. Но потом, когда строится не кластерный индекс, SQL Server очень часто их выбрасывает из запроса и решает просканировать кластерный индекс. Именно потому, что они огромные. И он не хочет их листать, эти не кластерные индексы. В идеале, когда кластерный ключ маленький, в идеале, это тип int. Тогда эти лукапы намного работают быстрее. Окей. Так, с индексами все понятно, вопросов никаких не осталось. Все все вспомнили, все все повторили, да? Хорошо. Теперь немножко более такая хардкорная штука, называемая allocation order scan. Это еще один вид скана, который мы, в принципе, никогда не видим в SQL Server, но он есть. Он используется, когда мы используем hint tablock, когда полностью заблокирована таблица, либо когда мы используем hint no lock. Да? Вот такой интересный момент. SQL Server позволяет себе, ну, когда мы делаем no lock, SQL Server думает, окей, значит, вы не сильно паритесь по поводу результата. Я могу использовать allocation order scan. Используется только, когда у нас есть кластерный индекс. Да? Ну, есть несколько prerequisites к этому. Кластерный индекс, hint no lock, либо tablock, либо это redondive file группа в базе данных. Тогда SQL Server может сделать следующую штуку. Как он, в принципе, находит странички индекса? Вот до того, как он нашел рутовую страничку, он должен как-то о ней узнать, да? Для этого в SQL есть такие страницы, которые называются index allocation map. А, ладно. откатываемся назад, потому что в презентации у меня дальше это будет. Все странички объединены в так называемые экстенты. Каждый экстент содержит 8 страниц размером 64 килобайта. Именно поэтому рекомендуют форматировать диск с кластером 64 килобайта, там, где будет база лежать. Потому что SQL Server читает данные экстентом из диска по 8 страниц. И вот такие экстенты, они принадлежат одному индексу, его данные находятся в нескольких экстентах. И это трекается в страничке, которая называется index allocation map. Каждая строка в этой странице указывает на определенный экстент. Ну и понятное дело, что таких страниц не могут поместить данные всего вашего индекса, если он больше, что эти странички чередуются. Да, SQL Server знает, что через определенные промежутки в базе данных есть такая index allocation map. В общем, неважно, он ее находит. И он может сделать следующее, он не может не следовать вот этим указателям, потому что это все-таки немножко времени дает не мая. Если вы сравните эти две операции, то вот это, скорее всего, будет значительно быстрее. он сканирует index allocation map и потом подсчитывает эти данные по экстентам и просто эти экстенты читает. Понятно, да? Для того, чтобы не прыгать по указателям между страничками, он вычитал данные об экстентах и просканировал так, как они лежат. Что здесь может быть? Ну, этого у меня в демке не будет, но я вам расскажу. Теоретически, в очень-очень редких кейсах, когда вы используете hint no log, представьте, что у вас ключ не интовый, а ключ, при интовом ключе данные добавляются всегда в конец, если это identity. Это очень удобно. Представьте, что у вас ключ типа GUID, в демнике identifier, и данные вставляются в любое место вашей таблицы. Чем это может быть чревато? Вставляются данные, например, вот сюда. Места не хватает на страничке для того, чтобы вставить запись, но она не может быть здесь, она не может быть здесь запись, она должна быть именно на этой страничке, диапазоне от 2001 до 4000. SQL Server делает PageSplit. Он разделяет эту страничку на две, половина записи остается на этой странице, половина переносится на новую. Ну и, соответственно, диапазон будет. Это будет от 2001 до 3000, вторая страничка будет от 3000 до 4000. Где будет лежать вторая страница? Да, в конце таблички. Что произойдет, если SQL будет использовать индекс allocation scan, вот он просканировал полностью эту страничку, потом произошло ее разделение. Он дошел сюда и прочитал еще раз часть ее. Получатся дубликаты. Ну, а кейс, кейс очень редкий. То есть, навряд ли вы с ним, может быть, столкнетесь, но, тем не менее, нужно это знать, что, чем шревата вставка данных и PageSplit, когда вы читаете данные с помощью No Lock. Вопросы какие-нибудь есть? Что-то вы так притихли. Все понятно было, нет? Это спорный момент. Есть, конечно, моменты, когда он может выполняться, но, как правило, выполняются быстрее. И за счет того, что блокировок нет, и за счет того, что сканируют эффективно. Да. Можем сейчас проверить, он выполнится быстрее. За счет вот этого механизма. Ну, если не верить, я серьезно говорю. Это зависит от запроса. Если запрос написан, ну, как, если запрос огромный и там, короче, так, это зависит от написания запроса. Если запрос написан так, что No Lock будет работать хуже, он будет работать хуже. Но в целом, в большинстве случаев, он будет работать быстрее. можем проверить, запустить какой-нибудь запрос. Хорошо. Еще один момент, который важно понимать, это статистика. Статистика в базе данных имеет вид вот такой гистограммы. Да. Например, у нас статистика по полю ID из таблички Users, и гистограмма выглядит так. О чем нам говорит? Она говорит, что ID от 1 до 800 в этом диапазоне лежит у нас 500 строк в табличке. В диапазоне от 800 до 2000 у нас лежит 1000 строк. В диапазоне от 2000 до 2800 лежит 10 строк. И так далее, и так далее, и так далее. Да. И вот, базируясь на этой информации, SQL Server принимает решение, что ему использовать индексик или индекс скан в основном. Да. Для этого запроса что он выберет? Индексик или индекс скан? Индексик, он посмотрит, что ага, между 2100 и 2500 находится 10 записей, а то и меньше, потому что это не весь диапазон. И эффективнее будет просто сделать несколько обращений к индексу. Если у нас запрос будет, где ID от 1 до 5000, скорее всего, он выберет индекс скан, потому что ему нужно всю табличку просканировать. Примерно вот так это работает, так коррелируется статистика с индексами. Хорошо. Пока все было понятно? Да? Прекрасно. Я надеюсь, что так и дальше будет. Теперь мы переходим к оптимизатору. Что делает оптимизатор? Он принимает вот это вот дерево логического запроса и пытается построить оптимальный план для того, чтобы выбрать эти данные, которые мы хотим. То есть мы описали на языке ESPIR, что мы хотим. Теперь он думает, как это сделать. Первая фаза называется преоптимизация. В этом случае проходит упрощение вот этого вот дерева и выбрасывание ненужных условий. Тут ему помогают как раз foreign key и другие вещи. Различные констрейнты могут помочь SQL Server выбросить некоторые вещи. здесь подгружается частичная статистика, именно подгружается количество строк таблиц. То есть статистика, вот та, которую мы видели, пока что еще не загружается. И на выходе при оптимизации у нас будет тривиальный план. То есть это план, который, ну вот, например, селектов из таблички с кластерным индексом. План, который лучше всего подойдет к этому запросу, это скорее всего просто индекс-скан. Правильно? Поэтому SQL Server в любом случае у него есть некий набор и он знает, что для определенных запросов именно вот этот план будет работать лучше всего. Он называется оптимизированным и его SQL Server возвращает быстрее всего. Если SQL Server не смог найти тривиальный план, тут он уже включает более сложный механизм и мы переходим на следующую фазу оптимизации, которая называется фаза 1, фаза 0. Да, фаза 0. Что здесь происходит? Здесь происходит построение нескольких планов и сравнение их сложностей. SQL Server использует так называемый кост. Да, слышали про него? Мера этого коста это какая-то привязка ко времени. Когда он только разрабатывался в первой версии SQL Server кост был равен кост, равный единице, был равен в запросах, который выполнялся одну секунду на машине разработчика-оптимизатора. Исторически сейчас уже непонятно к чему привязан кост, но какая-то привязка, корреляция к времени на чем-то эталонном там есть. Строится несколько альтернатив, для каждого вычисляется кост. И у кого кост меньше, тот и выигрывает. Здесь загружается полная статистика и собственно план, при построении плана SQL Server очень сильно опирается на эту статистику таблицы. Опять же, вот эти параметры, они очень приблизительные. Это не так. Нельзя сказать, что если мы этот кост меньше 0.2, значит мы переходим на следующую фазу. Это примерно. после этого возвращается так называемый Transaction Processing Plan. Посмотреть, на какой фазе оптимизации SQL Server остановился, в принципе мы можем. Ну вот, фаза 0 и фаза 1 довольно сложно различаются, но при определенном желании можно найти. Если план не найден, оптимальный план, который дает нам небольшой кост, SQL Server переходит на следующую фазу, которая называется в фазе 1. Здесь происходит обработка следующего набора планов и здесь происходит да, еще важную вещь не сказал, смотрите. Когда SQL Server изучает альтернативные планы, то он в принципе он опирается на статистику для того, чтобы выстроить какой-то ну, выстроить те варианты, которые он успеет проработать. У него есть некий лимит по времени. Он не может оптимизировать вечно. С помощью определенных механизмов числа для себя протестировать мы можем отключить все эти тайм-лимиты, но тем не менее, SQL Server очень сильно зажат по времени. Он не пытается найти лучший план, он пытается найти good enough план, так называется, достаточно хороший. Почему? Представьте, сколько у вас табличек, например, вы делаете join из 10 таблиц. Сколько вариантов перестановок таблиц, в каком порядке будет? 10 факториал, правильно. На первое место может быть 10 вариантов таблиц, на второе место мы уже можем поставить только 9 таблиц, 8, 7 и так далее. То есть, это уже такое огромное число, а мы делаем join и 80, и 100 таблиц, да? SQL Server как-то это лопатит, поэтому он физически не может обработать такое количество данных за маленький промежуток времени, он опирается на статистику, чтобы поставить самую маленькую табличку выше, самую большую ниже, да? И первым получить данные из самой маленькой таблички, потом отфетровать большую, ну и так далее. Но, тем не менее, на следующей фазе он применяет следующий набор правил оптимизации, здесь уже он пытается построить параллельный план, да? Если он не удовлетворяет обычный сериал план, не удовлетворяет ожиданиям по косту, SQL Server строит параллельный план и сравнивает их стоимость, получим ли мы выигрыш с помощью параллельного плана или нет. Если estimated cost примерно меньше единицы, SQL Server возвращает план уже здесь, если нет, он переходит на следующую фазу оптимизации, где он применяет уже все, что у него есть, весь арсенал, и в том числе он проверяет индексированные вьюшки, если это Enterprise задерживает. Кто использовал индексированные вьюшки в SQL? Прекрасно. Классный механизм, я тоже довольно часто их использую, и Enterprise Edition умеет определять индексированную вьюшку для конкретного запроса, но по сути индекс, индекс по вьюшке, кластерный индекс по индексированной вьюшке, это второй кластерный индекс для нашей таблички, даже для запроса. Что это позволяет? SQL Server видит его как индекс для этой таблицы, и если он удовлетворяет условия запроса, он его автоматом использует. Другая проблема, что он почему-то не очень хорошо это делает, то есть он все-таки больше ориентируется на саму табличку, а индексированную вьюшку он применяет, видите, к минимуму применяет ее на фазе 2, то есть он старается этого избегать до определенного момента. Если ему уже нужно все, тогда он все это анализирует и применяет. Если у вас не Enterprise Edition, то запросы из индексированной вьюшки будут только при прямом запросе по ней. А если вы используете запрос по табличкам, на которых построена индексированная вьюшка, то SQL Server не умеет разворачивать, не Enterprise Edition не умеет разворачивать и использовать индексированную вьюшку как дополнительный индекс для таблицы. В этом случае мы получаем Full Plan. И вот здесь, когда мы получили Full Plan, в свойствах этого плана мы можем посмотреть, что его оборвало. SQL Server нашел Good Enough Plan, либо он вывалился по тайм-ауту. То есть он уже дошел до определенного предела. План не удовлетворяет его ожиданиям, но тем не менее время закончилось на оптимизации и он выдал, что есть. Если вы пробуете подключать все эти правила для сложных запросов, то в принципе в большинстве случаев в SQL Server то, что он выдал вот здесь, будет работать очень хорошо. но чем больше табличек в ваших джоинах, тем SQL Server будет сложнее. Да, и последнее, что я заметил, буквально, ну как, ладно, это такая холиварная тема. Следующее, Execution Plan не равняется Query Plan. Наверняка, что-то такое слышали когда-нибудь, да? Это вопрос, что такое холиварный, потому что я сам называю Query Plan, то, что называется Execution Plan и так далее, и так далее, но тем не менее есть четкое разграничение. В Management Studio есть так называемый Estimated Actual Plan, да? Знаете? Чем они отличаются? Когда мы делаем запрос, например, Select All From Users с DID равняется ID, он строит некий план запроса. Это называется Query Plan. То, что сохраняется в кэше, это называется Query Plan. Поэтому это называется Query Plan Cache и так далее, и так далее, и так далее. Но вот это вот значение параметра, которое равно чему-то, 97, это называется Execution Context. И по сути Execution Plan это Query Plan плюс Execution Context. Это называется Execution Plan. По сути Query Plan это шаблон для Execution Плана. Да? Когда мы выполняем наш запрос, SQL Server берет Query Plan из кэша, строит Execution Plan и исполняет его. То есть, две разные структуры. Понятно, да? Execution Plan хранит в себе контекст, значения параметров, перемен, и так далее, и так далее. Чем они еще отличаются? Смотрите. Estimated и Actual Plan. Когда вы нажимаете кнопочку Estimated, вы получите ровно то же самое, что вы сделаете Actual Execution Plan. SQL Server доходит до этапа выполнения, но не выполняет запрос. Соответственно, вы получаете такую же точную структуру. Что здесь меняется? Здесь у нас добавляются Actual. Execution Mode, Actual Number of Rows и Number of Executions. А здесь мы видим только Estimate. Понятно, да? Хорошо. И теперь у нас будет демка. Перед демкой мы поговорим о том, что такое параметр Sniffing. Кто уже слышал про такую штуку и сталкивался с ней? Хорошо. Смотрите, когда мы выполняем любой запрос с параметром, параметризованной, то SQL Server строит Execution Plan и он строит его для значения параметра, который он получил. Сохраняет этот план в процедурном кэше. Но важно, что закэшировался план, который был создан для первого значения вот этого параметра P. При втором запросе параметр будет другим. Если у нас есть перекос данных, это может очень сильно повлиять на скорость запроса. Если у вас параметр P, это допустим ID таблички, Primary Key. у вас максимум будет одна строка в этой каблице, правильно? По этому ID. Соответственно, ваш план запроса никак не пострадает от того, что он закэшировался для ID равно 1. Но если у вас, например, Select All From Users, где сети равняется Киеву, или Select All From Users, где сети равняется, я не знаю, Львов, в Киеве у вас там, например, 5 миллионов зарегистрированных человек, а со Львова 100 человек. У вас есть перекос данных, если он закэшировался для Киева, он закэширует Index Can и будет применять Index Can для Львова. Или наоборот, закэширует Index Sic, а потом будет применять Index Sic для 5 миллионов записей. Это есть проблема. Как решается проблема параметра снифинг? Это слишком большой молоток. Big Hammer для такой проблемы. Решается добавлением некой динамики в наш запрос. Динамический скил не очень хорошо. Если действительно параметр снифинг плюс перекос данных мешает вам, тогда лучшей опцией будет Option Recompile. Я еще расскажу немножко про опции в демо, что можно сделать, но теперь мы подходим к экзекьютору. Экзекьютор получает вот этот query plan, строит execution plan и выполняет данные. Выполняет его и делает запросы к storage engine для того, чтобы получить данные. Про storage engine мы поговорим буквально через пару минут, а теперь мы посмотрим маленькое демо про параметры снифинг. Все демки у меня такие маленькие, что вас сильно не напрягать. Итак, я использую базу Adventure Rock 2012. У меня там есть некая большая табличка с каким-то объемом данных и я ее выполняю. Get transaction by date. Запрос у меня выполняется одну секунду и возвращает мне целых ноль записей. Окей, смотрим execution plan. SQL сервер почему-то, у него есть индекс по этому полю, но он почему-то выбрал индекс scan. А запрос выглядит вот так. Так, где здесь? А сейчас мы увидим, сейчас мы его увидим, не увидим, сейчас. Давайте мы его посмотрим в дерево просто, чтобы быстрее было. Get transaction by date, смотрите. Текст хранимки довольно простой. Мы принимаем параметр date и выгребаем данные из таблички big transaction history 2 join с табличкой big product по параметру date. Transaction date равняется date. Причем там есть индекс по этому поводу transaction date. Но SQL сервер почему-то выбрал индекс scan. Давайте посмотрим внимательно на этот план. У нас есть такая замечательная вкладка properties, которая имеет смысл, когда мы смотрим на последний оператор запроса. Если мы посмотрим сюда, мы здесь увидим интересную штуку. параметр list. Смотрите. Мы передаем туда параметр 2001 января 2016 но запрос был скомпилирован со значением параметра 1 января 2012 и скорее всего там до 2012 года там было действительно много записей, так что он выбрал индекс scan. И теперь он для каждого запроса фигачит индекс scan. Окей. что мы можем сделать? Если мы действительно столкнулись с такой проблемой, можем почистить кэш. Это не самый хороший вариант, но как бы вариант. Мы можем добавить в наш запрос option recompile даже целую хранимку. Лучше конкретный запрос, который нас беспокоит. Вот здесь надо писать сюда option recompile. Чем это чревато? Если наша хранимка вызывается часто, рекомпиляция будет вызывать нагрузку на процессор. Тут нужно вам решить. Мы можем разграничить эту логику. Если мы знаем действительно, что у нас есть 2-3 параметра, можем сказать, что для такого значения параметра вызову эту хранимку, для такого значения эту хранимку. Или запрос. Этот вариант самый ресурсоемкий, но тем не менее, это вариант, который разработает на 100%, когда мы сами эту логику разграничили. есть еще вариант объявить переменную. Давайте я сейчас делаю не так. Я сейчас просто выполню с опшен рекомпайл. посмотрим, что запрос действительно стал выполняться быстрее. Построим его план. Смотрите, он выполнился моментально. и план запроса выглядит по-другому. фильтруем по date, там получается у нас ноль записей. Причем смотрите, SQL Server никогда не заэстимирует вам estimated number of rows 0. Потому что там что-то может быть в этой таблице, правда? Поэтому он всегда напишет единичку. По факту там ноль записей и все. Запрос отрабатывает моментально. Хорошо. Теперь смотрите, еще кейс. Возможно вы где-то встретите такую рекомендацию, что я лично не рекомендую так делать. Это не очень хорошая штука. Например, объявить переменную вот здесь вот, да? Что там у нас? Date Time. И присвоить ему значение параметра. Да? И потом мы фильтруем не по параметру, а конкретно вот по этой штуке. Так. Да? Такое видели, наверное, да? Или слышали, может быть. Я не рекомендую это использовать и сейчас я покажу, почему. Мы выполняем наш запрос. Он выполняется одну секунду. Хотя это решает проблему. Это убирает параметры sniffing. на это добавляет еще одну проблему. Смотрите. Actual number of rows. Почему? Ладно. Сейчас, сейчас, сейчас. Окей. Давайте посмотрим, что мы имеем здесь. параметры list d параметры runtime value 1016.01.01. Но почему он построил нам индекс scan? Кто скажет? Можем даже добавить сюда option recompile. Окей. 1 секунда. Да, это правильно. Так, так, так. А если мы сделаем вот 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 так вот. Ладно. Давайте сделаем следующее. Да, я немножко решил поимпровизировать. Я надеюсь, вы меня простите, но я хочу вам проиллюстрировать, чем это чревато использование переменной. Допустим, мы теперь используем тот параметр, который использовался в начале. и мы знаем, что там очень много записей. Это 2012 год. Мы знаем, что там 10 миллионов записей. Что SQL Server нам даст в этом случае? Я буду строить estimated, потому что это шоу, возможно, будет выполняться долго. А SQL Server нам дал следующее. Он дал нам индекс сик. Хотя для этого плана нам явно нужен индекс scan. И он заэстимировал количество строк в единичку. Да? Смотрите, если я убираю этот параметр и передаю просто date, то он мне делает вполне корректный estimate. И строит план с индекс scan. И говорит, что там будет 25 тысяч дейт. Нет, даже не так. Вот. 31 миллион записей. И план совершенно другой. Почему так получилось? Когда мы вводим переменную в наш запрос, в нашу хранинку, то SQL Server абсолютно не знает какая там статистика. И он применяет так называемые magic numbers. Если у нас запрос фильтрует по равно, он предполагает, что там будет одна запись. Это очень сильно влияет на запрос. Понятно, да? Если там будет не равно, он предположит, что все записи, если там будет больше меньше. Раньше он предполагал, что это 30% записи таблички. Но эти все правила меняются, но тем не менее, введение переменной не убирает проблему параметра sniffing, оно добавляет вам новую проблему. Проблему того, что он всегда будет прогнозировать одно и то же число. Если это вас устраивает, например, вы знаете, что там всегда должна быть единичка, одна строка из таблички возвращаться, это окей. Но в любых других случаях это становится проблемой. Поэтому смотрите внимательно. Если вы считаете, что план такой всегда будет более эффективный, тогда окей. Но в целом это просто скрывание проблемы и переход на другую проблему. Хорошо. Вопросы какие-нибудь есть по этому? Потому что это переменная это параметр. да, да, да. Это имеет значение. Хорошо. Вопросы какие-нибудь есть? Нет? Поэтому все понятно, почему так произошло, почему выполнялся медленно, быстро, как повлиял на это параметр снифинг. Да, почему он вначале выполнялся, потому что я его перед этим запустил с параметром 2012. И он у меня уже в каше был такой. Понятно, да? Давайте. 2016 версии можно. до 2016 была такая штука как план фризинг, но пользоваться ей нормально было очень сложно. В 2016 появился Query Store. Вот эту штуку делали очень давно на Microsoft и сделали. Так что можно даже посмотреть, с какими планами выполнялся ваш запрос и сказать, что окей, использую всегда вот этот план. Он самый лучший. В частности, это очень хорошо при апгрейде. Когда мы апгрейдимся, SQL Server планы строят по-другому. В большинстве случаев лучше, но в некоторых случаях хуже. И мы можем искать, используя старый план. Да? Через запросы? Можно через запросы, можно через UI. Что делать? Ничего. Ручками все это делать. И пытаться подсказывать и классировать, что он построил правильный план. Ну, как мы делали всегда по старинке. То есть, ничего нового тут нет. Да. Все это делать. Так, она скорее падает не потому, что строят execution планы, а потому, что данные подтягиваются с дисков в память. Если во время запуска прочитаете эти таблички, которые часто используются, то будет вам проще. Ну, то есть сами по себе execution планы, если там у вас, конечно, супер нагруженная система, и там сотни запросов идут, может быть. Но вы это можете посмотреть, что у вас тормозит performance counter, настроить, посмотреть компиляции запросов, да, и там данные подтягиваются с диска. Скорее всего, это диск будет при старте SQL. Просто компиляции вы видите, что там пик скомпилировались, там еще и еще, а там с диском идет на протяжении всего. Да. Окей. Следующий компонент Storage Engine. То, что уже, как мы получаем данные, как queryExecutor получает данные с диска или с памяти. Как мы выбираем данные? QueryExecutor работает с компонентом, который называется AccessMethod. Это такая точка входа для него, он посылает туда запросы, AccessMethod уже разгруливает и посылает запросы другим компонентам SQL Server, в частности, буфер менеджер. Например, мы хотим выбрать какие-то данные. SQL Server говорит, дай мне, пожалуйста, вот эти вот данные, которые лежат здесь. Он говорит, окей. Обращается к DataCash. Если страничка там есть, он мне возвращает сразу эти данные. Если страницы нет, то идет обращение к жесткому диску. Страница подтягивается с файла базы данных. И данные отдаются клиентам. Окей. Есть маленький вопрос здесь. Что если мы загружаем, например, 2 гигабайта? 2 гигабайта с хинтом NoLock. Можем ли мы прочитать? Точнее, не так. Что если я пишу сейчас данные в это поле? В nVarcharMax, например. И в это же время читаю с хинтом NoLock. Получу ли я часть файла или нет? Наверное, нет, да? Потому что в SQL Server, кроме блокировок, про которые мы сейчас будем говорить, есть такая штука, как Latch. Которая предохраняет, делает наши данные консистентными между операциями диска и памяти. Да? Поэтому наш запрос даже с NoLock будет немножко ждать. Не по причине блокировки, а по причине Latch. Понятно, да? Вот так, это небольшие лирические отступления у меня будут. Следующая модификация данных. Когда мы модифицируем данные, включается еще один компонент, который называется TransactionLock. Когда мы читаем, он никак не участвует в нашем запросе. Мы меняя, хотим поменять данные. Буфер-менеджер обращается и меняет страничку в буферном пулле памяти. Но операция не может быть закончена, пока она не сохранена на жесткий диск. Да? Потому что у нас есть требования к durability. И если произойдет какой-то крэш, наши данные после коммита транзакции должны остаться на жестком диске. Включается компонент LogManager, который пишет данные в блок буфер. Размером 60 байт. Но это все больше слышу разговоров о том, что блок буфер в последних версиях он динамический. То есть он сам может определять размер. Пока это не доказано мною, но тем не менее такая информация просачивается. Данные из блок буфера сбрасываются в TransactionLock. Происходит коммит транзакции, данные сбрасываются в TransactionLock. Идет подтверждение, что данные поменялись. Операция прошла. Здесь есть несколько моментов. Смотрите, первый момент. Данные попадают в database файл с помощью background процесса. То есть они не попадают по умолчанию. Данные, когда закончилась транзакция, не гарантированно находятся в транзакционном логе, но не гарантированно находятся в файле базы данных. Второй момент. Как данные попадают из блок буфера в TransactionLock? Попадают в трех случаях. Первый случай – это когда заполнился блок буфер, он полностью плашется на диск. Второй момент. Когда произошел коммит транзакции, и все, что находится в блок буфере, уходит на жесткий диск. Причем транзакции, вы понимаете, они работают параллельно. Несколько транзакций, да? Одна транзакция закончилась, но вторая транзакция, она может еще идти. Но эти данные уже попадут в TransactionLock, потому что сбросился в буфер. И третий вариант – это процесс CheckPoint, который сбрасывает странички из буферного пула на жесткий диск. Он в том числе сбрасывает блок буфер для того, чтобы удостовериться, что вот на этот момент все данные ушли в TransactionLock. Хорошо. Так, а что здесь у нас? Да. Еще один компонент включается – LockManager. Потому что, когда мы меняем данные на страничке, мы должны заблокировать эти данные, чтобы никто другой их не поменял. Это отдельный компонент, про который мы сейчас поговорим, и блокировки. И третий кейс – как все-таки данные попадают вот сюда. Здесь у нас есть два варианта. Первый вариант – это CheckPoint. Процесс, который запускается по умолчанию примерно раз в минуту. Его задача – сбрасывать грязные странички на жесткий диск. Причем страница, когда она поменялась вот здесь вот… Ну, грязная страничка означает то, что страница на диске и страница в память – она разная. Это не означает, что транзакция закончилась или не закончилась, да? И поэтому на жесткий диск могут попадать странички с данными незакомминченной транзакции. Потом, допустим, произошел rollback – данные остались здесь старые, да? Ну, а дальше внутренний процесс SQL сервера позволяет нам не прочитать эти данные, которые еще не закомминтились, но они уже могут быть на жестком диске. Это вполне нормально. Второй процесс – это lazy writer, задача которого – держать некий небольшой пол в памяти для новых запросов, для того, чтобы SQL мог отдавать операционной системе либо своим запросам память. Он работает на бэкграунде, просыпается раз в какое-то время и по своему алгоритму чистит data cache. Если чекпоинт просто сбрасывает страничку на жесткий диск, то lazy writer выбрасывает ее еще из памяти. Да, он трекает старые странички и выбрасывает их из памяти. И, как вы понимаете, вот эта вся структура, буферный пул, он огромный. Он может быть там пол терабайта, до двух терабайт, да? SQL сервер может память индексировать. Соответственно, как чекпоинт и lazy writer быстро проходятся по этим страничкам. Внутри есть еще одна структура, которая называется буфс, да? Которая содержит мета-информацию о том, какие странички грязные, какие странички не грязные. И вот эти два процесса, они сканируют этот внутренний массив буфс и потом уже выбрасывают эти странички, чистят. То есть, кроме Датакаша, есть еще маленький объем мета-информации об этих страничках. Окей, теперь transaction log. В принципе, у нас сколько уже времени? Ну, я, конечно, могу и дольше рассказывать. Ну, ладно, давайте по-быстрому это пройдем, да? Ой, что-то оборвало, оборвалась у нас картинка. Так, Ульяна, скажите, сколько у меня времени есть? Минут двадцать. Хорошо. Transaction log. Как работает transaction log? Внутри он побит на так называемые виртуальные файлы транзакционного лога. которые заполняются по очереди. Допустим, мы что-то пишем. Он начинает отсюда, когда он пустой, заполняет следующий файл, следующий, следующий, следующий. Когда ему не хватает места, происходит процесс, который называется autogrow. Добавляется, прирастает transaction log, и мы продолжаем писать дальше. Затем происходит log backup. Да, транзакция наша закончилась. Эти файлы у нас полные, виртуальные файлы. Мы выполняем log backup, либо выполняется чекпоинт для simple модели восстановления. И SQL сервер их очищает. Ну, он не очищает, он помечает их как перезаписываемые. Их можно перезаписывать. И следующая транзакция, когда она уже уперлась в конец транзакционного лога, но у нас есть пустые файлы виртуального лога здесь, он начинает перезаписываться сначала. Понятно, да, как это работает? Поэтому периодически нужно делать log backup, если у вас full или bulk logged модель восстановления. Что очищает вот эти вот файлы? Для simple модели это чекпоинт, для full или bulk logged модели это log backup. Только так. Хорошо. Теперь пару слов о моделях восстановления. Кто в курсе, что это такое и оперирует им в своей базе данных? Ну, многие в курсе, да? Да. Да. Инсерт срабатывает быстрее, чем что. Много-много инсертов без транзакций для один инсерт. Да. Да, смотрите, есть, конечно, в определенный момент наоборот, разбиение на батчи может помочь. Но, тем не менее, смотрите, это как раз вот из-за того, как данные попадают в транзакционный лог. Каждый инсерт, вот он записал, это по сути микротранзакция, он сделал коммит. Данные ушли на жесткий диск. Что самое тяжелое? Это операция с жестким диском. И у вас получается миллион инсертов, это миллион флашей на диск. Если у вас транзакция, то заполнилась 60 килобайт, ушло на диск, заполнилась опять 60 килобайт, ушло на диск. И так далее, и так далее. Соответственно, у нас меньше операция с жестким диском. Только поэтому. А в конце произошел коммит, он сбросил то, что там есть и все. Да, это вот такой кейс есть. Хорошо. Full Recovery Model. Full Recovery Model, когда у вас база данных находится в ней, это говорит, что данные в транзакционном логе логируются все. То есть, вы там меняете 100 строк, каждое изменение логируется в транзакционном логе. Да. И для всех операций, в том числе, Balcinsert и другие вещи. Полностью. Страница данных поменялась в Balcinsert. Вся страница данных, ну, то есть, не построчно, да, вся страница данных записалась в транзакционный лог. Соответственно, это работает. Да, еще. Индекс. Вы перестроили индекс. Все странички индекса записались в транзакционный лог. Казалось бы, бессмысленная, да, операция. Но это важно для отката. Полная модель восстановления логирует все. И база данных при этом может быть восстановлена на любую точку времени. То есть, вы тыкаете, да, перетягиваете ползунок, говорите, я хочу восстановить базу данных на эту точку времени. И происходит восстановление до этой точки времени. Как это делается? Вы накатываете свой полный бэкап. Если у вас дифференциальный, вы накатываете его. И потом накатываете все бэкапы лога транзакций до той точки, которая вам нужна для восстановления. Такое возможно только при полной модели. И что делается? Вот вы накатили, да. У вас есть транзакции, в которые в этот промежуток времени ничего не закончилось. SQL Server накатывает все до этого промежутка времени. И потом откатывается назад все вот эти вот транзакции, которые еще не были закончены. Понятно, да? И потом он поднимает базу данных. База данных доступна для новых запросов. Да, рекомендуется всем, для кого критичны данные и критичное восстановление данных. И транкейшн транзакционного лога происходит только тогда, когда вы делаете лог бэкап. И тот транкейшн только внутренний. То есть внутренняя структура лога очищается, когда вы сделали бэкап. Но по факту сам лог остается большим. Да, если он там вырос, он таким и остался после этого. Поэтому чем чаще делаете лог бэкап, тем он у вас будет меньше. Дольше времени будет маленьким. Балк логит модель. В ней балк логит операции, такие как перестроение индексов, балкенсерт и другие вещи. Они не логируются. Логируются только номера экстентов, которые поменялись при этих операциях. Соответственно, размер транзакционного лога при перестройке индексов и других вещах уменьшается в разы. И происходит быстрее. Потому что меньше данных туда пишется. Но вот эти данные, того же балкенсерта, вы уже не можете произвести восстановление на какую-то точку времени. Вы можете произвести восстановление только на ту точку времени, когда вы сняли бэкап транзакционного лога. Цепочка бэкапов транзакционного лога при этом не разрывается. Вы просто теряете возможность восстанавливать на тот момент, когда база данных была в балк логит модели. То есть вы перед перестроением индекса новичного, например, включаете балк логит модель, перестраиваете индексы, включаете обратно full, снимаете backup лога. И вот в этот момент вы можете восстанавливать только на то время, когда вы перевели в backlog и когда вы перевели обратно full. А потом, когда вы уже в фуле, вы можете восстанавливать на любую точку, как и раньше. Собственно, она изобретена была в основном только для этого. Для того, чтобы снять нагрузку при минимально лагируемых операциях. Но, когда у вас full модель, минимально лагируемые операции лагируют столько же данных, практически столько же данных. Да, ну все это я в принципе рассказал. Truncation лога, точно так же внутренняя структура очищается только после бэкапа традиционного лога. Больше никак. Хорошо, третья модель, simple. Для production системы она не рекомендуется, но тем не менее, большинство ее продолжают использовать. Да, потому что она не требует такого роста транзакционного лога. Лагируются все транзакции точно так же, как в bulk логе, то есть в minimal log depression не лагируется. Но после каждого коммита транзакции, точнее после каждого чекпоинта, транзакционный лог очищается. Внутренняя структура. Чекпоинт срабатывает примерно там раз в минуту. Но имейте ввиду, что даже в simple модели, вот вы запустили транзакцию, которая меняет там 100 гигабайт данных. Лог вырос на 100 гигабайт. Например. Запустился чекпоинт, он очистил внутренняя структура, и лог остался такого же размера. Чтобы его сжать до другого, вам нужно выполнить операцию shrink-файл. И вот здесь я вам покажу одну штуку, которая может быть вам когда-нибудь пригодится. Кто-нибудь сталкивался с тем, что shrink-файл не уменьшает размер файла? Да? Бывало такое? Сейчас я объясню ситуацию, когда это происходит. Мы создадим базу данных, которая называется TransactionLogDemo. У нее будет размер файла 20 мегабайт. Размер лога 1 мегабайт и прирост в 1 мегабайт. Окей. Создаем такую базу данных. Создаем в ней табличку тест, которая будет иметь довольно-таки большие строки, в которых будет фиксированный размер 1024, каждая строка будет, на 1020 чар и ID типа int. И я ставлю в базу данных модель simple, то есть TransactionBot будет очищаться при каждом чекпоинте. Окей. Так. Создаем эти таблички. Бэкап базу данных я делать не буду, потому что я... Потому что не хочу. Окей. Есть такая команда dbcc loginfo, которая покажет нам структуру наших внутренних виртуальных файлов внутри лога транзакции. Давайте ее выполним и посмотрим. Сейчас у меня 4 файла. Да? Три из них пустые. Первый из них активен. Давайте делаем какие-то операции insert. Да? Я сделаю сейчас чекпоинт. Давайте еще сделаем следующую штуку. Есть такая функция fndblog, которая показывает, что там по факту хранится в транзакционном логе. Там сейчас что-то есть. Да? Давайте я сделаю сейчас чекпоинт и проверю, что осталось у меня в логе транзакции. Там сейчас три записи. Окей. Три системные записи. Они не относятся к каким-то операциям с базой данных, к записям, которые я сейчас буду делать, к insert. Теперь давайте я вставлю туда одну запись. Да? Сколько всего вставится в транзакционный лог? Как вы думаете? Сколько одна запись вставляет туда данных? Да хрена. Да? Ну, многовато. У нас появилось 30 строк. Таблички, да? Окей. Давайте теперь сделаем... Добавим туда больше записи. Да? Добавим туда сколько? Тысячу записей. Посмотрим на структуру. У нас лог, скорее всего, немножко вырастет. Будет автоприрост. И вы видите, что он прирос. Да? Мы дошли вот до сюда, до шестой страницы. Дальше у нас пусто. В принципе. Вот здесь у нас заполнен лог. Но мы тренсерты уже выполнили. Наша транзакция закончилась. Мы можем его очистить. Правильно? Давайте я сделаю коммит транзакции. И сделаю чекпоинт. Давайте посмотрим еще раз логинфо. Так, а я сделал коммит. Да? Да. А ну-ка. Да. Статус стал 0. Видите, перезаписал. Теперь он может, когда он дойдет до конца, он пойдет писать лог сначала. Окей. Если мы сейчас сделаем шринг файл транзакционного лога. Давайте посмотрим, что будет. Делаем опять логинфо. Он полностью ужал. Он удалил вот этот автоприрост, который произошел. Он удалил. И оставил он то, что было в начале. 1 мегабайт, 4 виртуальных файла. Да? Хорошо. Теперь давайте мы сделаем следующее. Мы вставим какие-то записи. Еще-еще сделаем несколько вставок. Да? Парочку вставок таких. Посмотрим, что у нас в логинфо. У нас произошло несколько автоприростов. И смотрите, сейчас мы находимся с вами... Ну, скорее всего, где-то вот здесь. Сейчас мы это проверим. Сейчас мы с вами сделаем следующее. Мы сделаем коммит. Причем 2 транзакции были открыты. Я должен сделать 2 коммита. Если я делаю роллбэк, то роллбэк будет 1. Теперь сделаю... Открою еще одну транзакцию. И вставлю одно значение. Посмотрим, что у нас в логинфо. Лог также заполнен. Давайте выполним чекпоинт. Посмотрим логинфо. Смотрите, чекпоинт очистил вот эти вот все странички. Да? Но наша транзакция висит активно вот здесь. На вот этом виртуальном файле лога. Это я эмулирую ситуацию, когда у нас лог растет. В принципе, лог пустой. Чекпоинт его очистил. Там всего один файл. Да? Но теперь, если мы сделаем шринг файл... А, да. Это не проблема. Мы откроем новое окошко. Хорошо. Делаем шринг файл. Шринг файл прошел. Но уменьшился ли лог файл при этом? Смотрите. Он уменьшился. Но ровно на тот объем, который у нас был от активной транзакции до конца файла. То есть, активная транзакция в нашем файле, она мешает нам полностью сжать транзакционный лог. Когда у вас транзакционный лог не сжимается, скорее всего, где-то что-то еще работает. Да? Там как бы уже пусто. Мы можем его использовать. Ну, мы не можем его использовать, потому что у нас висит транзакция. И поэтому он сжимает его до того места, до первого лога, на котором висит транзакция. А что еще можно сделать для того, чтобы это проверить? Мы можем просто сделать Select All From Sys Databases. И мы увидим следующую штуку. Наша база данных называется AdventureRose 2012. И будет там поле, которое говорит, почему мы не можем транзакционный лог шрингнуть. Да? Как он называется. Так. Аталия – это база. А, база данных TransactionLogDemo, да? У нас называется. Немножко не то, я показываю вам. TransactionLogDemo, да? И у нас здесь есть поле, которое называется LogReduceWeightDesk. Смотрите. Почему лог не может быть переиспользован? Тут висит активная транзакция. Причин может быть несколько, но все вы можете проверить здесь. И, собственно, когда я транзакцию эту закончу, сделаю там commit, то SQL Server прекрасно сможет ужать мой лог до первоначального размера. Вот такая штука. Хорошо. 8.27, поэтому следующую демку мы с вами смотреть уже не будем. Следующую демку я хотел показать вам в Deadlock. Но вкратце мы поговорим с вами о блокировках и вкратце поговорим о SQL OS. То, что я сейчас буду рассказывать, применимо для уровня изоляции, который используется по умолчанию в ReadCommit. Мы будем с вами рассматривать другие уровни изоляции, хотя там в них отличается поведение блокировок, в частности, блокировок на чтение. Когда SQL Server хочет прочитать данные, он ставит шарлет-блокировку на строку, которую он будет читать на несколько строк. Каждая строка блокируется своей блокировкой. Если при этом... Ох ты, блин. Если при этом другой процесс хочет тоже прочитать, он тоже ставит шарлет-блокировку на эту же строку и спокойно ее читает. Но если кто-то хочет поменять и поставить эксклюзивную блокировку, то этот процесс уже подождет. Следующий тип блокировки эксклюзивный. Когда SQL меняет данные, то он ставит эксклюзивную блокировку на строку. При этом уже другие процессы не могут получить доступ к этим данным. И все будут стоять в очереди ждать, что шарлет, что эксклюзив. Как только эксклюзивная блокировка отпущена, SQL Server сделает все необходимые операции. Следующий процесс из очереди получает доступ к тест-факе. Здесь порядка приоритета между разными блокировками нет. Как они пришли, так SQL Server их и отправляет дальше. Есть кейсы, когда блокировка может проскакивать, но это, так сказать, это очень-очень редкая штука. И, в принципе, это скорее исключение, чем правило. Правило это очередь, всегда очередь. Третий тип блокировки апдейт, которая встречается немножко реже, и она переходящая. Когда SQL Server хочет поменять данные, он вначале ставит апдейт блокировку на строку и длина несколько строк. Вот мы делаем update user set city равняется harcovware city равняется key. SQL Server должен найти все записи с city равняется key. И он каждую запись маркирует апдейт блокировкой, для того, чтобы другие процессы могли поставить шарет блокировку на эту строку и прочитать их, в то время, пока он их ищет в табличке. Как только он нашел, он пытается сконвертировать апдейт в эксклюзив для непосредственной модификации данных. Если там есть шарет, он подождет, пока они не будут отпущены. Как только шарет отпущен, апдейт конвертируется в эксклюзивную, и теперь уже никто, ни апдейт, ни шарет, ни эксклюзива не могут получить доступ. Если апдейт пришел в то время, когда стоял апдейт таблички, SQL Server же понимает, что ребята, вы им хотите поменять одну и ту же запись. Кто-то из вас должен подождать тот, кто второй пришел. Именно для этого и нужна апдейт блокировка, чтобы намерения двух процессов поменять данные не пересекались, а менял только кто-то один. И последний тип, интент-блокировка. Когда SQL ставит блокировку на уровне строки, он вначале ставит интент-блокировку на уровне таблички и интент на уровне страницы данных. Таким образом, другие процессы, которые приходят и хотят сразу заблокировать либо табличку, либо страницу данных, они уже будут понимать, что там есть блокировки, и SQL Server их не будет пускать. Внутри себя SQL Server держит блок этих блокировок, каждый блок, каждая блокировка, это примерно 128 мегабайт памяти. И внутри SQL есть хэш-таблица, по которой он проверяет, стоит ли блокировка на этой строке, либо не стоит. И вот в вашей страничке, если вы посмотрите DBCC Page, для вашей странички, например, кластерный индекс, в каждой строке будет такое скрытое поле, скрытый хэш. И вот этот хэш как раз используется для проверки, он вычисляется для каждого ключа индекса и используется для проверки в этой хэш-таблице блокировок. Он существует в каждой таблице, в каждой строке. Так, это мы с вами пропускаем, в принципе, как и демку. И пару слов о Query Execution Model, а именно SQL OS. Как SQL сервер выполняет запросы наши? Как он распределяет память и процессор? Внутри SQL есть такая сущность, которая называется ThreadPool. Это пул потоков. И когда нам приходит новый реквест, внутри создается такая сущность Sessions, это видно через вьюшку Sessions. У Session есть один или несколько тасков, если запрос параллельный, либо не параллельный. И к каждому таску присваиваются потоки с ThreadPool, если он там есть. Когда у нас есть ThreadPool Starvation, когда SQL сервер не может отдать потоки тем коннекшнам, которые приходят, это проблема. Вы получаете ошибку. Но если поток есть, он присваивается к этому таску и происходит выполнение. И Thread или Worker может находиться в трех состояниях. Running, значит запрос выполняется. Он получил процессорное время и все ресурсы, которые ему нужны, и выполняются. Соспендед. Когда процесс не может получить некий ресурс. Либо это блокировка, либо это запись на жесткий диск, либо еще что-то. Чего-то он ожидает. В этом случае поток переходит в состояние suspended. Ждет, пока ему дадут необходимые ресурсы. И во внутреннюю структуру SQL сервера он записывает свой тип вейта, с которым он ушел в suspended. То есть SQL сервер так написан, что процесс не может перейти в suspended, не написав почему. И эта статистика по вейтам дает нам хорошую информацию о том, что не так может быть в сервере. Очень быстрый взгляд на то, чего ждут запросы. Дальше. Он может находиться в состоянии runable. Он получил то, что он хотел. Например, он получил возможность поставить блокировку на строку. Он уже не ждет. Но тем не менее он еще не получил процессорное время. У вас всего там 8 ядер, на которых крутится уже 8 запросов. Он переходит в состояние runable. То есть он как бы готов выполняться. И только он получает процессорное время, он начинает выполняться. Да. В определенный момент времени я обнаружил, что в SQL есть еще четвертый вариант. Называется slip. В этом случае запрос уходит из некоторых пьюшек. Например, вы открываете транзакцию, запрос выполнили. Он уже не выполняется. Он уже как бы ушел, но транзакция открыта. Соответственно, этот запрос переходит в состояние slip. И его можно найти. Дальше. В SQL сервере каждому логическому CPU соответствует такая сущность, как scheduler. Он, собственно, занимается тем, что он выделяет процессорное время для запроса. И на каждом scheduler крутится какой-то поток. Если он связан с потоком, значит, что процессорное время выделено, и он в состоянии running. Если нет, то он в каком-то из других состояний. Здесь важный момент. Помните, я рассказывал вам про DAC. То, что у DAC есть свой небольшой пул памяти, свое процессорное время. Для DAC есть свой scheduler в SQL сервере, который занимается обработкой вот таких запросов. И выделением процессорного времени под них. Так работает выполнение запросов в SQL сервере. И на этом я заканчиваю свой доклад. Краткое summary. Что мы сегодня поговорили? Поговорили на торг-интерфейсе SQL сервера. Поговорили про query processor. Как процессится наш запрос. От того момента, когда мы получили текст, до момента, когда мы выполнили его. Поговорили про оптимизацию запроса. Какие правила там есть. Поговорили об execution планах. Поговорили о выборке данных, модификации данных. И о транзакционном логе. Поговорили про блокировки. И не поговорили про эскалацию блокировок. Но ничего страшного. Поговорили про базовые принципы организации транзакционного лога. И модели восстановления. И поговорили о модели выполнения запросов в SQL OS. На этом у меня все. Всем большое спасибо. Здравствуйте, дорогие коллеги. Я рад вас приветствовать на наших замечательных посиделках. Собственно говоря, меня зовут Панько Дмитрий. Я являюсь главным BI-разработчиком компании DATAR. У меня более 9 лет опыта в этой области. И сегодня мы с вами поговорим о такой замечательной вещи. Как analytical services. Прежде чем начать, хотелось бы узнать. Кто-то с ней сталкивался? Замечательно. Как давно кто работает с ней? 5 лет. С 2002 значит. В 2002 ее еще не было. Отлично. Ну, на самом деле, уже более-менее нормально только с 2005. Но, тем не менее, следы остались. И это замечательно. Собственно, о чем мы сегодня будем вести речь? Мы поговорим о том, что такое analytical services, зачем это нужно. Обсудим подходы к реализации модели данных. Достаточно вскользь. Обсудим приемы повышения производительности. И обсудим рубрику, ну что же там новенького. Как хотя бы пяти человекам из этой аудитории известно, что analytical services является неотъемлемой частью SQL сервера. Первые ее следы появились в 2000 году. Уже в более-менее бодевинной форме. Она была реализована только в 2005. Хорошо. Собственно говоря, зачем это нужно? Ой, это будет потом. Все знают, что необходимо бизнесу принимать определенные управленческие решения. Но, как вы думаете, на чем эти решения должны основываться? Следовательно, выделяем из этого два момента. Должны быть данные. И они должны быть в удобной форме для их интерпретации. В этом случае мы упираемся в реализацию модель данных. Все понимают, что в основном данные у нас хранятся в реликционных моделях данных. И для анализа в первичной своей форме они не подходят. Потому что мало людей, которые хотя бы кейски или им владеют. В основном все аналитики владеют Excel. Ну, так же или нет? Но с ростом объема данных Excel уже с этой проблемой не справляется. И тут мы приходим к пониманию того, что эти данные должны быть как-то организованы. То есть, с одной стороны, у нас есть какие-то первичные системы, бухгалтерия, все что угодно. Мы должны их привести к виду, в котором они будут удобны для использования аналитиками. Здесь входит уже в систему понятий. Такие понятия, как таблицы фактов и таблицы измерений. Все интуитивно понимают, что это такое. Все или нет? Хорошо, все. Вот данная, подход к организации моделей данных использовался Microsoft до появления 2012 сервера. И как вы видите, структура достаточно, и сам подход достаточно, ну не то чтобы громоздкий, а трудоемкий. Давайте попробуем разобраться. Для того, чтобы получить более-менее вменяемое хранилище, нужны, естественно, кто? Специалисты, которые это хранилище сделают. После этого должны быть специалисты, которые это интерпретируют в многомерную модель данных, а уже впоследствии в кубы. Хотя бы даже так. Это замечательно. Подождите, не спешите, не спешите. Не спешите. Дело в том, что ту модель, которую и процесс построения работы, которую мой коллега только что описал, это классическая модель, которую придумал Kimball. Правда? Правда. Мы сейчас немножко не о нем разговариваем и, допустим, хотя хорошо, спотнемся немножко о Kimball. У Kimball это все называется TVBI, то есть Data Warehousing NBI. Мы сейчас говорим больше о, скажем так, бизнес-процессе, нежели о технической его реализации. То есть сначала у нас идет построение хранилища, потом с использованием функционала Analytical Services у нас создается Data Source View, связь этих источников данных, потом у нас идет многомерная модель данных и уже с использованием до функционала у нас идет визуализация. Основным интерфейсом для визуализации SAS на сегодняшний момент является в большинстве своем – это Excel. Есть варианты использования SAS и интеграции его с SharePoint. Но, если честно, опыт был и опыт у большинства людей неудачный по этому поводу. Также, в чем, скажем так, почему именно эта модель до определенного момента времени была оправдана? Дело в том, что реализация этой модели позволяет не затрагивать ресурсы сервера баз данных. Потому что создается отдельная файловая структура, которая будет уже использована для получения данных. Сервер баз данных используется только для первичной обработки данных и построения кубов. Что же произошло, как я уже говорил? Собственно, процесс достаточно трудоемкий и очень растянут во времени и не всегда является успешным. Вот, вы меня немножко опередили с технической точки зрения. Связывающее звено между Data Warehouse и первичными базами данных является, естественно, процесс ITL, который, если мы рассматриваем стек-технологию Microsoft, реализуется с помощью Integrational Services. Также, если нет на это много времени, можно использовать напрямую с, ну, очень нежелательно, с LTP-источников. И уже потом это все перекочевывает в All-App. Что же произошло после 2012 года с релизом 2012-го SQL-сервера? Был добавлен новый инстанс Analytical Services. Как большинство из вас знает, это табличная модель данных. В чем же его прелесть? Как показано на этой таблице, У нас непосредственно работает только хранилище данных и, согласно того же самого Kimball'а, презентационный уровень. То есть, по сути, это является гибридной формой, которая не является классической формой Kimball'а. Но тоже в Data Warehouse Toolkit'е, в третьем издании, она описана. Как мы видим, техпроцесс достаточно упрощается. Зачем это сделано? Если вскользь просмотреть революции технологий, то ни для кого из вас не секрет, что в настоящее время вопросы размещения данных в памяти уже не стоят так остро. Память становится дешевле, а если еще посмотреть на то, что развитие облачных технологий и всего остального, то горизонтальная масштабированность у нас просто развивается до нельзя. Но в первую очередь, переход к этой системе связан с тем, с появлением функционала использования памяти. Да, вы можете возразить, что в 2008 R2 уже были определенные предпосылки для использования инструментария InMemory, но работало это только в Rolab. Rolab – это является упрощенной модель базы данных, где не создается как таковой физический куб, то есть физический набор структурированных данных, которые загоняются в XML-форме файлы, а идет непосредственное обращение каждый раз к хранилищу. Но такая форма до выхода 2012 сервера была нецелесообразна из-за большой нагрузки. И, как правило, ждать отклика к конечному пользователю приходилось достаточно долго, и на самом деле я еще пока не встречал реализацию Rolab в аналитике ссорвисе на больших предприятиях, а даже на маленьких не встречал. Посмотрим же, что это такое табличная форма. Скорее всего, как вы знаете, при инсталляции 2012 сервера вам будет предложено инсталлировать два инстанца Analytical Services. Первое – это Multidimensional, модель данных у нее будет точно такая же, которую мы посмотрели. И второе – это табличная форма. То есть, по сути, это будут два разных инстанца. Естественно, я же это и сказал. Ну, я надеюсь, что в 16-м тоже оно будет. Три варианта Analytical Services. А какой третий? А третий какой? Ну, дело в том, что PowerPivot, он еще в первый раз появился в 2008-м, в 2-м. И почему он появился? Да, собственно говоря, все очень просто. Дело в том, что табличную форму они еще не успели сделать. А для работы с большими объемами данных, потому что интерфейс там был, ну, только один, именно это из Excel, а возможность с большими, работы с большими массивами данных, то есть 200, ну, Excel-ный файл, допустим, с одной табличкой на 200 миллионов записей. Именно технология PowerPivot и к ней прикрепленный и специально сделан для нее язык DAX позволял в оффлайне аналитикам, не затрагивая другие ресурсы, обрабатывать достаточно, ну, серьезный объем. Но, опять же таки, данные технологии, насколько я видел и насколько я знаю, массовое распространение не получило. Ну, это то же самое, допустим, есть, если немножко отступить от Analytical Services, есть такая штука, как Power BI, тоже от Microsoft. Это доступное решение, ну, замечательное. С моей точки зрения, это, скажем так, следующий шаг в развитии Report Builder и вообще Reporting Services. Но, опять же таки, пока, пока, большого развития мы тоже не получили. Но, неважно, то, что вот я вам сегодня хотел бы показать, для чего я это пытаюсь продемонстрировать. Для того, чтобы вы поняли, насколько процесс разработки конечного результата стал веселей и проще. мы в первую очередь должны импортировать определенную модель данных. Эта модель данных берется из Subda. И одна из ее прелестей, то, что, ну, и прелесть, и не прелесть, то, что она автоматически определяет ключи, по которым будут данные связаны. Практически такое же вы, если использовали когда-нибудь ClickView, вы видели, что при загрузке двух таблиц, если поля совпадают, допустим, не знаю, ID-ID, связь по ним будет строиться автоматически. Правда, там начинается уже другая история, что эту связь поменять нельзя, здесь связь поменять можно. Сейчас оно рунется, что использовать. Как мы видим, мы можем выбирать как объекты, так можем и писать свой собственный запрос, который нам будет возвращать определенные данные. И здесь можно проследить определенную аналогию с DataSource Viewer. То есть мы можем использовать как таблицы, так и NameItCary. Возьмем произвольно две первые таблицы. И одна из интересных вещей, которая на самом деле произошла тем, что у нас все эти данные сразу загрузились в память. Переоценить быстроту памяти в принципе нельзя. Это, ну, как по мне, это прорыв. Скажем так. Потому что данный функционал, он в принципе повторяет тот же самый Tablar и тот же самый ClickView. Все, что будет происходить дальше, интуитивно, понятно, 90% аналитикам. У нас есть практически, и вот здесь же я говорил о том, что предварительным этапом к переходу к табличной форме был PowerPivot. Здесь используется язык Dart. То есть, на самом деле, все очень просто. Мы можем посчитать там какие-нибудь суммы, ну, по OrderId, конечно, я понимаю, что это плохо будет, но ладно. Также можем добавить какую-то новую колонку, допустим, обзовем ее Flag. Сейчас пересчитаем. Интерфейс интуитивно понятный, такая же строка, как и в Excel. Единственное, что сам синтаксис DAX, он немножко от Excel, естественно, отличается. В первую очередь, мы, допустим, должны определить таблицу, потому что каждый лист здесь, он будет отвечать за имя таблицы. Вот у нас есть таблица, потом мы выбираем определенное поле. я тут не так хотел написать. там у меня какая-то стоит я порыву label roll для этот display checkbox допустим. если оно fail 101, если не fail 102. а теперь начинается магия. вот мы сделали это все, и вот, пожалуйста, вас пауэрпио готов. быстро? скажите честно, быстро? опять же таки, смотрите, использование достаточно громоздкой самой по себе архитектуре решения alab кубов она трудоемкая. У вас уходит время на то, чтобы создать дата вархаусе. Ну, это процесс вообще бесконечно практически. Так или иначе. Потом у вас идет следующий этап, ну, я не говорю о трудностях, допустим того же самого создания ETA. Там да как нет 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 сейчас подождите опять же таки все BI инструменты, как вы не можете видеть, идут по следующему пути. Увеличение подкапотного функционала, упрощение его интеграции и упрощение интерфейса. Плюс за счет чего достигается скорость использования памяти. Людям конечному пользователю важно быстро получить результат. И его вот эта вся скажем так идеология его не интересует. Но насчет вашего вопроса о том, что BI специалистам там скоро нечего будет делать. Я с вами в корне не согласен. Потому что смотрите с ростом объемов данных реализационные источники как таковы они скоро перестанут с ним справляться. Мы видим как начинает развиваться not only SQL база данных. Это совсем абсолютно другой подход. Мы видим что начинает развиваться такой пласт науки я бы его разделил на три составляющих. Это Big Data это Data Science это Machine Learning. Все эти три компонента в конечном итоге должны привести к созданию так называемой интеллектуальной системы принятия решений. Которая для нас граничит немножко с фантастикой используют уже нейронные сети и все остальное. То есть элементы искусственного интеллекта. Так что для специалистов в области BI нет никакой на самом деле никакого ужаса в том что происходит. Даже настроить это не подготовленный человек а таких будет 99.9% он не сможет без вашей помощи. Упрощение да но смотрите получается как если есть какая-нибудь отхок задача сравнить быстро для ну не знаю принятие решения на лету ну что может быть лучше этого 3 секунды дела вот тебе данные дело в том что подождите дело в том что насчет насчет иерархии здесь можно строить здесь можно разбивать на месяца года и все остальное в чем была прелесть определенная прелесть и определенный смысл в использовании на лап обо об этом мы будем говорить ну уже в принципе можно ну да сейчас быстренько лю вот суммы наши флаги то есть я хочу показать что оно все работает да нет да нет все отлично так вот в чем была прелесть использования лап кубов ну как вы думаете прелесть в них присутствовала определенная прелесть ну они еще есть прелесть да совершенно правильно то есть онлайн анализ не онлайн транзакшен а любая и фронт-энд тоже значит вы износим данные как раз университет там вы видите делают такой а лап модель вот это сранение просчитан на то что вы перекинули данные что вы считали что вы это что считали что это не революционный продолжительство Ну, на самом деле не сильно в этом, но ничего. Так вот, мы рассмотрели привычную модель, мы рассмотрели табличную модель. Кстати, как я уже показал, процесс разработки уменьшился просто в разы. И к чему это привело? Дело в том, что даже по кимбалу до 2012 года, в принципе, весь мир жил по кимбалу. Так или иначе. Здесь же сама компания Microsoft вводит новое понятие. Вот BISM, что это значит? Это Business Intelligence Semantic Model. И что это в себя, в принципе, включает? Как мы видим, PowerPivot, я правда не знаю, почему они вынесли его вперед. Он был совершенно не впереди, он был чуть-чуть сзади. То есть, это объединение всех подходов. Смотрите, эти подходы, они не являются взаимноисключающими. Это просто расширило твои возможности просто до нельзя. У кого нет времени на создание модели данных, так или иначе, здесь это присутствует. В PowerPivot, как такового, это не присутствует. Ты можешь качать отдельно таблицы, отдельно их сваливать в тот же самый PowerPivot и отдельно с ними работать. То есть, как мне кажется, это имеет право на существование и это достаточно логичная эволюция. Единственное, что, конечно, SharePoint в качестве конечной точки предоставления данных, ну да, это good, это клево, это корпоративная система, отлично. Но, как вы правильно заметили, в качестве работы удаленной здесь пока ни одного продукта нет. Ну, опять же, кроме Power BI, который может использоваться с некоторыми не то чтобы ограничениями, а предварительной подготовкой. Теперь, чтобы успокоиться и понять, что кубы, они еще лет 5, наверное, никуда не денутся, мы, наверное, немножко поговорим о том же, какие есть основные приемы оптимизации работы тех самых кубов. Естественно, будем в данном случае больше рассматривать АЛАП. Это являются такие достаточно глобальные, можно расценивать в принципе как best practices, которые основаны и на рекомендациях Майкрософта, ну и на моем личном опыте. Первое. Очень часто компании, не только на Украине, но и в World Wide, допускают ошибку. С чем она связана, в принципе, разобраться несложно. Как правило, эту ошибку допускают маленькие компании, у которых маленький IT-бюджет. Они размещают так называемые хранилища данных и analytical services на одном физическом сервере. Я считаю, этого делать ни в коем случае нельзя. Это, как правило, такой удар по производительности. Что, мама не горьве? Нет. Вайерхаус и просчитанные кубы. Ну, кто же первичный будет и analytical services? Это уже вообще никакие ворота. То есть мы должны это, это мы должны сугубо разделять. Так, хорошо. Значит так, у нас 4, я помню, у нас 4 диска стоят, допустим, в 10-м рейде. Одна и та же машина, на которой хранится, на этих 4 дисках, хранится у нас warehouse и хранится у нас analytical services. Пожалуйста, ответьте мне на вопрос. Процесс куба будет не инкрементальный, а полный. Будет проходить быстро? То есть мы не будем забывать об одной замечательной особенности. У кубов есть собственный из их запросов MDX, который, как правило, очень требовательный к процессорному времени. Очень требовательный. И представляете, как будет база данных, на которой... Хорошо, дисковый массив мы развили. Замечательно. Но обработка у нас идет через один процессор. И тут тоже могут возникать большие-большие нюансы. Поэтому я настоятельно рекомендую. И плюс к этому всему не забывайте про различные права доступа и всего остального. Лучше это все-таки разнести на разные машины. Как мы выяснили, первое, это физическое разграничение между Analytical Services и Data Warehouse. Даже по тому же самому Kimball, он разделил уровень представления, там где находятся кубы, и уровень Data Warehouse. Это два разных явления, назовем так. Первое. Оптимизация источников данных. Как мой коллега, который вам читал замечательную лекцию, на самом деле очень мне понравилось. Про индексы и все остальное. Непосредственно организация Data Warehouse очень сильно влияет на процессинг куба. Недостающие индексы, избыточные данные и все остальное, это очень сильно отражается на процессинге. Есть разница, если данные ждать, допустим, пока куба вновится 6 часов и 4 минуты. Есть разница, это если мы не будем, ну опять же таки, мы об этом чуть дальше поговорим. Второе, ну это более для людей, которые непосредственно уже работаются на Analytical Services, это партиционирование кубов. Как вы все знаете, каждая партиция это отдельно взятый файл, в котором данные структурированы, индексированы и агрегированы в определенной последовательности. И естественно хранить все в одной партиции это не ICE. Распределение вычислительных мер. Лично у меня, да и в принципе у Microsoft тоже, подход в принципе одинаковый. То, что может быть легко вычислено на SQL сервере в момент процессинга куба, должно вычисляться там. Всякого рода кейсы там. Ну, кейс, вен там и все остальное. Всякого рода достаточно сложные расчеты, которые не затрагивают иерархии и всего остального. Но и определенная, даже в какой-то части определенная бизнес-логика должна быть в момент построения куба рассчитана. Ну и уже естественно записана в куб. Но при этом, при всем, не стоит умалять возможностей создания внутренних структур, таких как вычисляемых мер, calculated members, использования скопов, срезов кубов и всего остального, которые очень сильно облегчают работу как с кубом, так и в принципе снимают часть нагрузки при его построении. Использование агрегаций в процессе обработки партиций движок Analytica Services использует такое понятие, как агрегация. Если честно, то на сегодняшний момент, ну это просто написано в X-Practice, я не мог этого не сказать, но на сегодняшний момент не существует более-менее, ну даже не более-менее, а никаких официальных рекомендаций о том, как же на самом деле это настраиваться. В основном это все путем проб и ошибок и, как правило, как право его, вот этим никто не пользует. Ну, не пользуются и все, ну как бы ты. Это обычные прописные истины, почему лучше использовать Malab, Anerolab и всего остального. Ну, 99,9% это физическое хранение данных без никаких вариантов. Возвращаясь к MDX, действительно, если честно, то лучшего языка, который бы представлял, ну давал возможности подсчета по иерархиям, я не знаю. Он хоть и, ну не то чтобы корявый, он достаточно замороченный в синтаксисе, прописывать все эти иерархии, уровни и всего остального. Но, ну, это утомительно чисторутие. Ну, естественно, почему мы используем Malab, почему надо разделять это физике, потому что это отдельные вообще вещи. Так, ну что там нового? Да. Да, 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 да. Да. Индекс отключаем, потом делаем перелив, потом индекс отключаем. Это, ну, три операции происходят быстрее, нежели если бы мы в индексированную таблицу, в которую включим там индекс первичный, делали перелив. То есть, ну, это оптимизация не источника данных, это оптимизация самого ETL, Extract Transform Load процесс. Я в курсе, что это такое. То есть, я бы еще добавил вот такое. Смотрите, насчет этого. К сожалению, мой коллега, ну, я не знаю, почему он не сказал об этом. Дело в том, что использование тластерных индексов иногда вставку данных очень сильно может выразить. Это действительно правда. Отключением индекса мы тут, ну, может быть, ну, я не знаю. Начинается в миллионах? Да, тут даже не в миллионе дело. Смотрите, кластерный индекс пересчитывает. Ну, так как он на конце листиков своих деревьев, дерево... Подождите, он хранит данные. При определенных транзакциях. Что такое транзакция? Подождите. Ну... На самом деле встречается еще такое понятие, как bulk insert при использовании одного и того же дата-сорса. Он вообще работает секунды. Вот если source и destination на одном и том же сервере, то bulk insert вообще работает секунды. Ну, это такое. И, опять же-таки, ваш подход был замечательным, если бы он касался, скажем так, каких-то жутких вещей, типа апдейта, миллиардных баз данных и всего... Ну, таблиц. Если идет инкрементальная загрузка, и ключ у нас мы используем как нормальные люди Нигуи, которые отсортировать в принципе нельзя, а там идет int, ну, или big int, если у нас очень много данных, то на самом деле это не сильно влияет. Потому что там дальше просто дописывался. Но, опять же-таки, это... Можно отключать вообще лагирование, которое тоже ускоряет. Которое в обозримой вселенной никогда больше не повторится. Вот, на самом деле, это, конечно, по обозримой вселенной базовой, в том числе, что было бы, что можно преобразовать в путь, как в путь, как в путь, не теряет уникальность, то есть объединение. Ты, депутат, который Дмитрий, на стороне этих, да, при трансформации варикалов, может преобразовать в путь, где-то, 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 где-то. И здесь мы уже небольшой... Ну, мы затрагиваем такой вопрос, как составные и бизнес-ключи. Ну, потому что вот это преобразование, оно именно им и будет. Но это не тема сегодняшнего нашего разговора. Как вы видите, оптимизация может занимать и вызывать достаточно бурные дискуссии. А тем более, что такая программа, как 1С, она, ну, как я считаю, это мое скромное мнение, не отличается уже очень сильно оптимизированным источником данных. Мы в данном случае говорим о передаче данных из уже датовой архауса, который у нас в лучшем случае приведен к снежинке, ну, может, там, к звездочке. И у него все в порядке. И передача дальше. Потому что даже на этом этапе это тоже своеобразный ETL, потому что там присутствуют все. И трансформации, и преобразования, и выгрузка. Все там есть. Ну, вернемся к рубрике, ну, что там нового. Да, чтобы нам всем, в принципе, взять и успокоиться, и понять, что работы нам хватит, немножко поговорим о лидерах рынка. Майкрософт, как правило, и уже где-то, начиная с 2008 R2, занимает уверенную третью позицию на рынке, которую предоставляют BI-услуги. Также мы видим бурное развитие клик-вью. Но за счет чего? За счет, в принципе, простоты интеграции и скорости работы. Но если в компании не проработаны такие два замечательных плана, как BCP и DRP, а данные являются полностью, загружаются в память, а память, как мы знаем, полностью энергозависимая, то если тушатся сервера, то все. Привет, приплыли. Если даже сервера включаются, то мы тратим какое-то время для того, чтобы обратно сбилдить проект, обратно загрузить туда данные. И только через 4 часа нам всем будет счастье. В Майкрософте такого нет. Запустились, даже если что-то у нас поломалось, поцепилось в диски, мы как умные люди сделали бэкапы, за 4 минуты бэкапы развернули, все. Вот это вот новый и опасный игрок, на самом деле. Он отличается, TABLAL, достаточно большой функциональностью, в которую включено еще такое понятие, как аналог, есть в Microsoft Analytical Services Data Mining. Вот это уже те опасные элементы Data Science, которые его могут вывести на, ну и уже и так его вывели на владирующие позиции. Кто-то может мне возразить, возразить, что в принципе такая замечательная компания, как Яндекс, уже в прошлом году создала такую, даже не знаю, можно назвать сервисом, как Data Factory. Многие о нем слышали, многие его вертели, только он еще пока ни у кого не заработал. Ну, у них есть там пару примеров, что они с какими-то телекомами игрались, но система автоматизированного принятия решений пока не заработала. Также на этом рынке я бы хотел отметить два ну, не любимых игрока, потому что вот если мы будем рассматривать SAS и SAT, что не является одним и тем же, и тут одной буквы не хватает, чтобы мы о нем вообще говорим, то SAP, кто с ним работал. Замечательно. В первую очередь, это что? Это, наверное, в первом... Ну, не, а что это? кто из людей, разработчиков отдельно использует SAP BV в своей повседневной жизни, так как, допустим, я могу использовать Microsoft? Вот главное, злой главный вопрос. стоимость. Это очень дорогие игрушки. Это очень. Единственный SAP BV, который я видел и с которым я работал, это было в UMC. Они его тогда только внедряли. И, по-моему, они единственные, которые его хоть как-то внедрили. Какая именно? Imperial Tobacco? меня. Второе. SAS достаточно экзотичная штука, но на нашем рынке ее пихали, пихают и будут пихать. В основном в банке. Этот зверь отличается очень мощным функциональным анализом. Действительно, там математики столько, что я такой даже не знаю. но примеров удачного внедрения, если кто-то подскажет, буду только рад. Я на двух предприятиях работал, пытались внедрить. Не получилось. Я даже не... Так как я не принимал основных решений, тут дело в том, что в полноте своей использовать функционал так никто и не объяснил, как его использовать. Очень... А? В проминвестбанке, в ренессанс кредитбанке, в первом национальном банке было замечено. Ну, опять же таки. Ой! Oracle BI. Замечательная штука, которая была, которая перекочевала собственно в Oracle после того, как они купили CRM-CD. Интерфейс с 97-го года, который был написан пару пьяными индусами, не менялся до сих пор. Но есть в ней тоже своя прелесть. Она дает возможность построения в принципе многомерной модели такой же, как и в Microsoft, только полностью использует провал. Вот все, что есть, сыпется в базу данных. Но единственное, тоже у нее есть механизм, который позволяет сбалансировать нагрузку, это обработка части логики на стороне, ну, трехуровневой системы получается, на стороне веб-лоджика, то есть непосредственно интерфейс. Но вот вопросы с веб-доступом, с генерацией отчетов, адхок задач, вообще замечательно. И плюс достаточно есть серьезный функционал, который позволяет, ну, естественно, в интеграции с Sibyl CRM проводить маркетинговые кампании и влиять на клиентов. То есть выбор таргет-групп и всего остального вот тут классно сделано. Ну, и не будем забывать про вот эти три буквы по обеим. У него есть такой продукт замечательный как Кобнос. В принципе, тоже ничего особенного, но люди пользуются, людям нравится. Достаточно простая в принципе разработка и широким инструментариям по визуализации. Ну, вот этих вот неудачников мы даже рассматривать не будем. Там, ну, смотрите, вот есть она, скажем, вот, она присутствует. Она есть. Звезды на небе есть, и она есть. данная диаграмма, как вы видите, была предоставлена такой замечательной компанией, Гартнер. Я думаю, в ее компетенции никто не будет сомневаться. Ну, как у каждой компании, у нее есть шанс на то, чтобы ставить вот это вот куда-нибудь. Есть 16, то же самое. Поэтому я не обновлял этот слайд. ну и тем более, что я последний раз посмотрел, ну, есть специальные отчеты, тот же самый Гартнер подготавливает, то на сегодняшний день порядка 52 компаний в той или иной форме предоставляет какой-то BI-функционал. визуализация. Это не так-то это может быть какой-то рыхальный клиент? Да, уникальный клиент. Вот, я не знаю, вы точно должны были застать где-то в 2002 году такого клиента к в основном Microsoft базам данных как Turbo Base был такой. В принципе, он повторял все тоже более или менее что есть в Management Studio SSMS. То есть позволяло обращаться, ну, собственно, там функционал был, только можно TSP написать и получить какой-то ответ. Все. Но тоже был вот как сейчас тот же самый допустим. Redgate ну, замечательная штука. Хотя у Microsoft тоже есть свой функционал, но никто не мешает разбираться в системных базах данных и писать хорошие программы, которые помогают администратору. он еще долго будет актуален. Да, я знаю. Они где-то месяца 7 назад начали этот переход. Даже, по-моему, чуть-чуть больше. Ну, ClickView еще пока. живет и дышит вот допустим на заводе Formac. Там велики стоит пока. Я не знаю, будут они мигрировать на новую платформу, нет. Я бы никому не рекомендовал этого делать. Да. Собственно говоря, как вы будете, ну, когда вы увидите презентацию, тут полностью список всех источников, на которые я ссылался и благодаря которым сделал визуализацию. сегодняшней своей речи. Спасибо. Вопросы? Есть у кого-нибудь еще какие-нибудь глобальные вопросы? Что понравилось, что не понравилось? Может, какие-то вопросы мы не осветили? Не, ну, просто приятно было бы пообщаться с людьми, которых есть тоже хоть нас и немного, пять лет опыта это все-таки тоже хорошая штука. Такой вопрос, это скорее не глава, это кто-то со стороны продвижения, продукт MS-анализ сервис и так далее. Вот регулярно читаю дайджесты, ну, какие специальности будут популярны, то есть в конце декабря каждого года выходят дайджесты о том, какие IT-специалисты таких направлений будут особенно востребованы в следующем году. на протяжении последних пяти лет вот BI, то есть именно BI-специалисты всегда там занимают, попадают в первую тройку, это будут самые-самые востребованные. Однако, если посмотреть сайты по предложению работы, Work, UA, ну, наши украинские, там, работа, UA и так далее, то количество вакансий, ну, катастрофически мало, на 2-2, порядка меньше, чем тех же самых примитивных 1С-ников, PHP-шников, там, давайте начнем с этого. Вопрос в том, что рынка как такого нет, востребованности нет на нас, на BI-специалистов. Ну, конечно, это уже не совсем касается темы моего доклада, но из личного... Конечно, конечно. из своего опыта. Ребята, работа столько, что ее не переделал. Ну, реально. Сегодня, слава Богу, я не ищу и не собираюсь искать работу, но мои там коллеги, друзья ищут, они мне тоже к этим вопросам обращаются, что крайне мало, вы не там ищите. Скажите, какие искать? Ну, вот, как казалось бы, тоже один из бизнес-кейсов. У вас есть потребность найти работу, много данных, а ничего не получается. BI вам поможет в этом. Это именно этот бизнес-кейс. Смотрите, да, мы не берем... Я понял. Это все... Вы немножко пессимистично на это все смотрите. Давайте смотреть с оптимизмом в будущее и все остальное. Начинаем загибать пальцы. Рано или поздно война закончится. Мы говорим сейчас об Украине. Предприятия будут... Ну, предприятия, бизнес будут оживляться. Плюс у нас рано или поздно начнется интеграция с европейскими структурами, которые очень сильно захотят поучаствовать в восстановлении, там, не знаю, продвижении Украины и всего остального. Мы, так или иначе, западные специалисты на порядок стоят дороже, чем мы, а знают в три раза меньше. Доказано. Собственно, все промышленные компании и даже уже сейчас во многих компаниях задумываются о датовой архаусе как таковом. естественно, BI. На сегодняшний момент, если промониторить рынок, то сейчас висит в воздухе, наверное, открытых вакансий 60. Да, конечно, это не настолько много, как, допустим, тех же очень уважаемых девелоперов наших. Но, опять же таки, мы же тоже BIщики, товар-то штучный. Немножко другие, там, у меня немножко другие, там, и предпосылки немножко другие. Можно я... Ну, значит так, в основном, вот, мой вам совет. Ищите работу на WorkUA. Это не реклама. Нет, там вопрос не личного... WorkUA или работа, а лучше работа. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Действительно, ну, просто интересно. И на там мониторе вбиваешь там DVH, Data Warehouse, LPI, CLL, вбиваешь на этих сайтах и количество вакансий там, ну, далеко не 60, порядка, ну, не более 20 тысяч. Это первое. А второе, по поводу предпосылок... Не все еще люди знают, что такое DVH и BI. Ну, как не прискорно. А вот если там, допустим, специалист по учетности, там... То есть, так же по слову рекорд или отчетки? Конечно. Опять же, некорректно сформировано. Запрос. ... 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 Смотрите, у нас достаточно большая аудитория. А сколько у нас бячиков? 5. Все. А вот для всех остальных что это такое? Пока мы не показываем... ...Подождите. ... ... 42. мои данные коррелируют. Хоть как-то. Work UI, работа UI еще. Зайдите тоже посмотреть. Новая почта ищет, модно-касты ищет, OLX ищет, все ищут. Ошан ищет. ... ... ... ... ... ... Подождите. А это уже другой вопрос. Мы говорили о том, что не было вакансий. ... ... Что, вам тоже звонили? О, звонили. Так что, вот так. Засим, я надеюсь, ну, несмотря на несколько начальную скомканность моего доклада, вам понравилось, и он вам был полезен. Благодарю вас за внимание. ... ... Продолжение следует...